Я рада вас приветствовать всех на сегодняшней встрече. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Клебушкина Людмила. Итак, сегодня мы решили провести такую школу постпромоушен после нашей невероятно великолепной поездки в Европу. И сейчас я расскажу вам немного, дам информации, покажу некоторые фотографии или слайды, в каких местах мы были, что видели. После этого у нас Галина Курганская расскажет, какие новости у нас есть от компании. Компания приготовила много новостей. И после этого Елена Габченко, это наш доктор, гастроэнтеролог, расскажет о той информации, которую мы получили на Катуфарм от знаменитого Милана Крайчика. Но боюсь, что мы не сможем, конечно, передать ту всю информацию, которую получили, но, по крайней мере, эмоции, и кое-что вы услышите, узнаете, и, возможно, вам поможет это увериться в том, что вы в правильном находитесь вместе, вовремя пронужно сейчас находиться и строить бизнес. Я хочу передать вам ту уверенность, которую я получила еще больше в Европе. Итак, вы видите, что на этом слайде наша общая фотография, это вся наша команда из России, которая приехала в город Бруно. И здесь вот мы все во главе с нашим директором Вадимом Сирюльниковым. Видите, на этой первой фотографии, эта фотография, значит, в отеле Воронеж в городе Бруно. Это мы только приехали и сразу сфотографировались. Дело в том, что я в прошлом году была подобной поездки, была в Турции, все вы, наверное, знаете, об этом говорила. У нас было очень мало, у нас всего было трое человек, я и Хмелева. И мы, конечно, мечтали о том, чтобы в следующую поездку поехало как можно больше людей. И в этой поездке нас было уже побольше. Хотя, в общем-то, я мечтаю о том, что наша команда приедет такая, как итальянская. Я вам чуть-чуть попозже покажу. Итак, Марьяна Гладких, Татьяна Хмелева, Костюлина Любовь, Хлебушкина Людмила, Курганская Галина, Юлия Подлеснова, Габченко Елена и Наталья Бусева. И, естественно, наш всеуважаемый Вадим Алексеевич. Переходим к следующему слайду. То есть первый день мы приехали в город Бруно, нас встретили, и вот стоим с Вадимом Алексеевичем возле нашего офиса. Это офис, которому было посвящено вот это событие, гранд опенинг, то есть большое открытие нового офиса Эссенс в Чехии, в Бруно. Видите, он очень стильный, очень красивый. Видите, здесь какие машины стоят. Здесь вот люди собираются. Приехало очень много гостей. Невозможно показать все фотографии. Я даже не смогла их все загрузить. Обратите внимание, вот офисы, такая площадка, здесь машины стоят. Обратите внимание, какие это машины. Это машины все BMW. Вот, и все компании Эссенс, это все машины, которые принадлежат и работников компании, и партнерам компании. Я еще, правда, не нашла фотографию. То есть снаружи от офиса большое количество Peugeot стояло. Там такой ряд Peugeot, на которых партнеры приехали. То есть это те Peugeot, которые получили наши партнеры. Очень большое количество из Европы. На следующем слайде вы видите, что рядом с офисом имеется такой большой сад. Они его называют Гаден. Мы все туда направились. Видите, здесь очень большое количество человек. Сад в себя представляет громадную лужайку. Это территория, которая прилегает к офису. Там великолепный газон. Обратите внимание, как организовали европейцы нам этот отдых. Это был такой пикник. Видите, такие пикниковые коврики лежали, и там все могли отдыхать. Пить воду, наслаждаться, наблюдать сверху за всеми людьми, общаться. И вы видите, что это коврик команды России. Рядом у нас итальянцы сидели. И так далее. А впереди вы видите, что был шатер накрыт, там столы, угощения всевозможные. И вот здесь, естественно, был концерт, потому что там была приглашена группа, которая играла европейскую современную музыку. На этом слайде вы видите, как мы общались с партнерами. Здесь вы видите Хмелева и Курганская. Они стоят очень знаменитым, это лидером Словении. Этот человек большой лидер. Второй чек в Европе. И сейчас я не знаю, сколько он зарабатывает, но мы с ним уже знакомились еще в прошлой поездке, и поэтому уже в этой поездке встретились уже так тесно. Видите, уже обнимаются, как родные. Этот человек, я знаю, что получал где-то в районе 10-13 тысяч евро. Вот такой вот чек ловеков был. Значит, теперь я перехожу к следующему слайду. А здесь обратите внимание, что мы сидим на лужайке вместе с Карлоком. Карлоком Сори – это лидер Италии. Обратите внимание, когда сложили все руки, то Карлоком Сори кричал «Италия, Россия, дружба!» И обратите внимание, как мы встречались с нашими лидерами. Карлоком Сори сейчас гол, то в прошлый раз, когда мы приезжали, он был еще 28%. У них все хорошо, а здесь я на фотографии возле памятника, на котором открытие было. Это наш большой флакон, самый большой в мире флакон. Который существует, такой памятник на территории был. И здесь, значит, я стою с Марио. Это топ-лидер компании итальянской. Я даже не затрудняюсь, что он, какой у него чек, потому что он еще в прошлом году был очень большой. У него громадная команда, он двойная платина. Ну, естественно, я к нему подошла и была рада его видеть, потому что мы были знакомы с прошлой поездки. И мы, естественно, общались. У них все хорошо. Они очень позитивные, всегда улыбаются, и у них все хорошо. Чтобы ты не спросил, у них всегда все хорошо. Вот. На следующей фотографии вы видите, это наш любимый Михаил Ковр. Он выступал на сцене. Он поздравляет всех, собравшись. Значит, собралось приблизительно более 500 человек на это событие. Вот. И тут он предъявляет сертификат. Сертификат — это нашему большому флакону, памятнику из Песка. Обратите внимание, какая большая территория и какое количество людей собралось на этой территории. Да? Видите? Так. Как меня слышно? У кого-то пропал звук. Слышно меня, да? Замечательно. Значит, меня слышно, все хорошо. Просто происходит что-то с интернетом, возможно. Итак, продолжим. Видите, какое количество людей там было? Конечно, мы там и общались со всеми, кого знали. Кого не знали, знакомились. Там были чехи, словаки, там были итальянцы. Самая большая итальянская, конечно, команда была. Вот. И многие говорят немножечко по-русски, но больше, конечно, все говорят по-английски. Поэтому я очень хочу, чтобы в следующую поездку наша команда была намного больше, значительнее. И мы, если вы будете учить еще английский язык, то, наверное, вы, конечно, сможете со всеми пообщаться. Следующая фотография, это вот под шатром такие столы, где были всевозможные обучения, угощения на любой вкус. Здесь вот Марианна у нас попала в этот слайд. Следующий слайд, это вот наш офис. передняя сторона в самом начале. Видите, вот какая машина BMW в компании есть. Мы здесь в ней фотографировали, Статьяна Хмельева. Я тоже. И обратите внимание на какая красивая фотография на здании. Наше здание, оно в современном таком стиле написано Just Fillage. Видите, какая девушка прекрасная, которая, ну, просто одно вдохновение, воздух, архомата. Ну, это я на этой машине. Мы все приобщились к этой машине, потому что мы хотим, естественно, такую машину все иметь, поэтому мы обязательно с ней сфотографировались. Да, потом у нас была экскурсия внутри, по этому зданию. Вот это здание внутри Сивы, оно высотой три этажа, на все три этажа простирается вот эта стена живая. Звук пропадает, зависает. У меня вроде как бы все нормально. Еще раз давайте проверим звук. У меня нормально слышно? Нормально, да? Спасибо. Это не просто бывает, интернет у меня все хороший. Сегодня у меня хороший, я новый интернет подключила. Смотрите, вот эта живая стена из живых растений, она подобна той стене, которую мы видели на Силюзе, и в нашем офисе она тоже присутствует, но она здесь значительно больше и красивее. И вот офис в стиле модерн, конечно, очень красивый. Мы посмотрели, что компания вложила очень сил в средства энергии, энергии в открытие в это офис. Великолепный дизайн современный, вот мы здесь, у нас экскурсия по зданию была. Обратите внимание, это холл, ресепшн, куда приходят люди, здесь может, здесь типа кафе такое, да, и здесь вот выдают заказы. Следующая фотография, это тоже в холле, вы видите, здесь может каждый подойти, прямо на первом этаже в офисе, вы можете подойти и любой аромат на себя пшикнуть, попробовать. То есть, все продукты, основная компания выставлена тут же в ходе. офис великолепный, а там вы видите вон зал такой, трансформер, которым мы после того, когда у нас прошла экскурсия в зале, после этого, значит, у нас первый же день сразу было обучение, вот, и еще выступал у нас доктор Краечек, он добавил информацию по новой продукции, я не буду говорить, просто пока это такой интересный, вот все сидели, занимались, причем такое количество людей было, что приходилось заниматься партиями, то есть, даже зал не вмещал такое количество людей, то есть, одни прошли, пошли на экскурсию, следующие пошли, вот, там еще у нас логистика есть, склады там есть, склады мы тоже посещали, но я вам не буду, все фотографии, просто всего показать невозможно, честно вам скажу, вот, все очень интересно, красиво и очень достойно, и мы просто гордились, что у нас такая сильная, мощная компания, значит, дальше, мы, так, хочу показать, что еще, слайд, проходили вот обучение, вот это, обратите внимание, это Ули Волтер, это, в принципе, большой, туплидер с другой компанией, он перешел в нашу компанию, у нас проводил обучение, вот, и дело в том, что если у нас все будет, если мы будем так же хорошо расти, то в сентябре, вероятно, он приедет в Россию с обучением, вы видите, а, да, у нас еще Мария Хедит и Маева подъехали, у них на первой фотографии нет, к сожалению, такая проблема с визами была, и большая благодарность Женевеевой, что она просто звонила бесконечному посольству, для того, чтобы им визы дали, они опоздали немножечко на один день, вернее, они первый день приехали к вечеру, поэтому у нас было больше, на первой фотографии они присутствуют, но дальше они все посетили, все обучения были, в офисе были, на всех встречах были, в общем, мы счастливы, что мы все собрались, наконец, в первый день вечера. Сейчас я еще покажу несколько фотографий, после этого мы поехали отдыхать, поехали отдыхать, вот такой великолепный отель, мы поехали в Польшу, простите, я скачала, в этот отель мы поехали после Катуфарм, мы еще были на Катуфарм, это та фабрика, которая, ну или то предприятие, которое занимается разработкой БАДов для нас, там у нас была еще встреча с нашими учеными, которые занимаются разработкой этих продуктов, сейчас покажу фотографию, где мы с Миланом Крайчиком, вот, и Филиппом, вот, это те люди, которые занимаются разработкой этих БАДов, мы получили массу информации, уверена, что Елена Габченко получше преподнесет вам эту информацию, но он нас, конечно, поразил, и поразило то отношение к своей работе, мы поняли, эти люди разрабатывают продукцию не только для нас, а и для других компаний, но они живут этим, то есть эти люди настолько предны своему делу, настолько любят его, они живут этим, то есть они вкладывают во все эти БАДы просто душу, мы это точно поняли, они долго отвечали нам на все вопросы, а после этого мы поехали уже в Польшу, нас отвезли в Польшу, и в Польше мы вот ввели этот великолепнейший отель, который я вам показала, это называется отель Галибеевский, вот такой вот холл, просто великолепный, там видите, в холле даже протекает река, фонтаны, в нем плавают рыбы, там много аквариумов, то есть на самом деле, как бы я в жизни никогда не бывала в таком красивом месте, и когда мы приехали после этого отеля, то после отдыха, то Михаил спросил, понравилось ли вам, я сказала, что ничего подобного в жизни не видела, мне очень понравился отдых отеля, он был просто высшего уровня, и спросила, почему именно этот отель, то Михаил сказал, что он послал нас туда, потому что ему самому там очень нравится, вот обратите внимание, что это все холод, вот мост идет, под ним река протекает, масса подсветок, просто красота неописуемая, и там, находясь в таком отеле отдыхая, ты просто чувствуешь себя каким-то необыкным человеком, правда возникают такие мысли, думаешь, что же ты такого великого сделал, что тебе компания такую поездку подарила, на самом деле, как бы это, поездка дорогого стоит, и вроде как мы ничего такого и не сделали, вот наша команда в холле опять здесь сидит, здесь мы собирались, здесь мы встречались, здесь мы отдыхали, здесь вам послание писали, вот, но в этом, конечно, отеле очень много всевозможных спа-процедур, невозможно это все описать, просто чуть-чуть вам показала, краешком прикоснуться, там масса бассейнов, аквапарк и так далее, значит, после того, как мы были в этом отеле, вот еще, покажу вам бассейн, но это только частичка бассейна, потому что на самом деле, там бассейн, она просто серия, там и джакузи с минеральной водой, там и ледяные, какие-то пещеры, солевые пещеры, то есть там масса всевозможных бань, саун и так далее, то есть там не только отдохнуть, можно и подлечиться. Дальше, после этого мы вернулись, у нас встреча была с Михалом, он ответил на все наши вопросы, сделал нам много подарков, об этом расскажет Галина Курганская, вот, и после этого мы попали еще в Вену, в Австрию, и, да, вот еще несколько фраз, я покажу в город Бруно, мы там жили, и мы, естественно, были в городе, но он очень красивый, Бруно, очень красивый город, я впервые была в Бруно, я была, в общем-то, только в Праге до этого, Прага тоже очень красивый город, и мы, естественно, бегом-бегом хотели посетить, хоть что-то увидеть, что-то мы увидели, вообще, конечно, в таком темпе столько всего хотелось увидеть, мы даже не все успели, конечно, увидеть, но тем не менее, что-то мы увидели, Увидели города очень красивые, которые мы посещали. Вот сейчас покажу, что мы были в Вене. Это последняя фотография. Обратите внимание, это венская опера знаменитая. И вся наша команда на фоне этой оперы. В оперу нам не удалось сходить, потому что мы были в Вене один день всего. Но я хочу сказать, что тем людям, которые сделают 25% в июне, то они получат квалификацию и попадут в Вену в октябре месяце на пятилетие компании. Поэтому всем рекомендую начать уже сегодня работать на эти уровни и туда попасть, потому что Вена просто потрясающая. Я впервые была в Вене. Но город настолько красив, настолько хорош, что хочется туда попасть еще. Мы там, естественно, посетили всего два музея. Это летняя резиденция Гансбургов. Да, это такое семейство, которое правило Австрии. Вот здесь, обратите внимание, очень красивый Галина Курганская в красивых залах. Я вот несколько фотографий там сделала. Здесь, это музей был утвари, которые пользовались правящие круги Австрии. Очень красиво. Еще мой посидолепный костел. Святого Степана. Он очень небольшой, невозможно, он, по-моему, относится только к XII веку, только к XIII. Немножечко, немножечко забыла. Вся информация, только информации много за несколько дней. Мы просто там все бегло были. И посидели, посидели. То есть, на самом деле, нас везде возили. Постоянно нас возили на BMW, вот, и на Mercedes. И у нас был сопровождающий Ричард, великолепный человек. Вообще, чехи, они очень пунктуальные, очень обязательные, я заметила. И очень воспитанные, очень позитивные. И с чувством юмора. Мне очень понравились наши, наша поездка. Я хочу, чтобы вы все поехали. Но для этого, конечно, нужно потрудиться. Вот наша команда. Мы запечатлели такую фотографию. Вот, эти фотографии нам делали там тоже в компании, в нашем офисе. И они остались нам на память. Мы повесим ее в офисе. Итак, я не буду задерживать ваше время очень долго. Я сейчас...